привет сегодня посмотрим с вами на нож нож фронтал очку от компании horizon в общем то вот такая вот компания с таким чехольчиком чехольчик кстати достаточно приятный он может подвешиваться на пояс и там такой внутри бархат бы сделан качественно также есть коробочка на коробочке нет никаких обозначений что это там якобы какая-то подделка что тоже не может не радовать также забегая вперед сразу скажем что к этой фронтал очки то есть у них здесь автоматическое открытие идут такие аж две пружинки два запасных винтика они запасные они еще и хитрые вот такие и соответственно ключик ним для того чтобы можно было их в общем-то при желании раскрутить то есть это тоже на мой взгляд плюс значит а ну и конечно же идет такой вот чехольчик с надписью значит энди но видимо инициалы это соответственно производитель данного ножа производится данный нож в китае делается он по типу ножей microtec само собой как вы можете видеть да но в общем то таком ну необычном немножко исполнение то есть чуть-чуть конечно же исполнение другое более того используется здесь другая сталь в данном случае это m390 да можно видеть что это м390 заявленная твердость 5960 единиц по роквеллу по обуху у меня получилось на мере 32 миллиметра а сведен нож 0506 миллиметров соответственно данный обзор снимается не у меня не в привычной обстановке как видите я подстелил свою курточку для того чтобы можно было подснять этот нож да я взял у своего знакомого на обзор и в общем то данный нож говорят что не совсем легален в россии с чем это связано с тем что в россии разрешены ножи с клинком ну такие автоматические до 90 миллиметров собственно вот у меня есть нож с клинком до 90 миллиметров здесь 80 с чем-то миллиметров ну и соответственно если мы сюда прикладываем и видим что данный нож он несколько подлиннее и в общем то ходят слухи о том что он превышает 90 миллиметров соответственно в общем то является запрещенным к обороту на территории россии понятно что там ответственность наверно прежде всего за изготовление за продажу да в общем то если вас где-то с таким ножом поймают так скажем на вы будете вынести по городу и так далее но я вам не рекомендую нарушать закон но все-таки я думаю как минимум его изымут в общем то может быть там юристы расскажут что будет еще вот в случае если нож запрещенный к обороту значит нож получается сам по себе сделан качественно здесь титановая рукоять причем титан это сами понимаете довольно дорогой материал само собой это титановый сплав но все же это титан это круто в общем то винтики мы легко открутим клипса мне очень нравится клипса прям стильная и намного более стильная чем в общем то на вот таком ноже ну по крайней мере по моему мнению здесь уже таким вот знаете веет какими-то действительно кастомными ножами что очень очень нравится мне значит по стоимости посмотрите в ссылках в описании под видео китайцы общем-то эти ножи делают посмотрите сколько они стоят вот но я рекомендую приобретать эти ножи только тем кто проживает за пределами российской федерации для того чтобы не нарушать законы соответственно в общем-то носить его легально но в той стране в которой он разрешен то есть поинтересуйтесь если вы живете там я не знаю как у нас в странах бывшего снг в общем то и всего такого то есть как бы где там какие законы но это индивидуально посмотрите у себя если у вас такие ножи разрешены пожалуйста можете приобретать значит что касательно механики механика здесь намного более жесткая то есть меня прям палец вот устает и прям натирается в принципе как бы конечно же хватает сил я вот привык все вроде бы работает да значит но намного мягче вот этот ножичек намного приятнее то есть как бы с ним прям обращаться быстрее приятнее ну вот как-то по ощущениям здесь качество немножко именно механики приятен она она прежде всего разница в том что здесь более жесткая но и более того я вам скажу вряд ли получится показать на видео но у меня за время вот такой как бы игры наверное один раз на 100 или на 200 тут уже их попробовать сделаете 100 200 классов но были утыкания клиночка то есть когда клиночек по каким-то причинам может быть медленно вот как тот по каким-то причинам было что он вот не выскакивал то есть я не могу вам сейчас показать это на видео специально да то есть это такая редкая ситуация может быть если будет возможность я сделаю вставочку но в принципе как бы по факту это такая какая-то вот редкость чтобы клиночек не выскочил но 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 бывало бывало такое то есть вот здесь какие-то а вот она в принципе смотрите случилось то есть но утра стам я не знаю но реально там на 100 но вот бывает такое что он нет нет да не до выскочит само собой там его когда инерционно можно там до открыть на этом случае бы все равно не зафиксировался они зафиксировался да да зафиксировался то есть принципе можно его инерционно до открыть но Такое нет-нет бывает Это, повторюсь, редкая ситуация Уже устал, честно Очень тяжело пальцем здесь работать Указательным пальцем крайне Трудно его, прям зубы стискиваю Чтобы его здесь вот, значит, Сложить, ну, плюсом каким Можно сказать, что, в общем-то, ребенок, например У вас его не откроет Или там, может быть, девушка тоже, ну, не факт Что справится с таким ножом Если, значит, вы, соответственно, дадите Или, так скажем, кто-то возьмет ваш нож То, что вряд ли воспользуется им так просто Значит, по весу Заявленный вес 150 грамм Абсолютно точно грамм в грамм Подтверждается с производителем То есть, это действительно так По резу этот нож действительно получился Получше, чем вот такая модель Потому что тантоформа Немножко неудобна по продуктам Если какую-то бумажечку, упаковочку открываете Ну, немножко менее удобна тантоформа Нежели более классические формы клинка Само собой, по длине клинка Я бы предпочел, опять-таки, более короткую версию Я не считаю, что это принципиально в плане длины Но здесь у нас, получается, ходят слухи Что этот нож, ну, будет нарушать закон Соответственно, я не знаю Я так и не замерил длину клинка Если длина клинка все-таки превышает 90 мм Мы знаем, что здесь 80 с чем-то, да? А здесь вот поговаривают, что, ну, видно, что он там Миллиметров на несколько больше То есть, буквально чуть-чуть, короче, его сделать И, соответственно, никаких проблем Все было бы полностью легально А так, вот, значит, ну, владелец ножа говорит Что он немножечко длиннее Вот, ну, в общем-то, показать-то я вам этот нож могу Но рекомендовать к покупке, собственно, по этой причине не могу Вот такие вот моменты Название нравится Вульф Вариус Как-то так вот звучит, да? Там, вот это вот Волки, война, там, переводите правильно литературно Но сам факт, как бы, в принципе, ножичек получился качественным М390, да, это безусловный плюс Титан и там, и там у нас Здесь у нас S35VN Здесь у нас М390 Но, значит, М390, конечно же, покруче Но, опять-таки, он все-таки стоит подороже Подороже, по цене Ну, я не знаю, насколько он стоит того, чтобы переплатить Так вот, по общему качеству Вот это вот у нас просто смазочка идет изнутри ножа То есть, она вот здесь стирается Вопросов никаких, как бы, да? Вот это вот разводы такие Это просто смазка Впечатления положительные Клипсы особенно нравятся Клипсы нравятся То, что жесткие, не нравятся Форма клинка нравится Материалы нравятся В целом, я думаю, что ножи эти брать можно Но следите за тем, чтобы они были легальны Ну, это такой На всякий случай вам совет Ладно, надеюсь на понимание подписчиков Надеюсь на ваши лайки, комментарии Поддержку всячески Ну, стараюсь для вас все-таки Ведь то, что мы общаемся друг с другом Это нас обогащает Соответственно, делает наши знания о ножах Да, на нашем увлечении Более полными Потому что вы мне что-то подсказываете Я вам что-то тоже показываю интересное Надеюсь для вас И, соответственно, мы в таком вот как бы общении Каждый узнаем для себя что-то новое и интересное Всем спасибо Спасибо, конечно же Стоит сказать китайцам Производящим данный нож Соответственно, Энди, который, в общем-то, молодец Что делает ножи достаточно качественные Мне радует, что здесь нет никаких слов о том, что это микротек То есть, как бы, нигде не говорится, что это какая-то подделка За это, как бы, в принципе, претензий никаких нет Вопросов нет Ссылки будут на магазин Вот, в общем-то, ну, посмотрите В описании, по цене, по всему прочему Но нужно понимать Что, когда китайцы делают нож Из качественных материалов И качественный То, так скажем Ну, не такая огромная уже становится Разница, наверное, с оригиналом Вот, хотя Хотя, хотя, это такой вопрос, как бы, спорный Все равно дешевле, все равно выгоднее Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok